здравствуйте дамы и господа сегодня я поделюсь с вами полезной информацией ну я открыл иллюстратор иллюстратор открыл мы будем делать иконки инопланетного пришельца ну вот приблизительно это как бы конечно я сделал уже тут начал записи и что-то не так немного пошло но я все равно доделал и мы с вами еще раз не еще раз а сделаем потому что я как бы те урок сделал но мне понравился я решил переделать и в итоге как бы завершил вот иконку на понятного пришельца но не то что инопланетный пришельца для того чтобы показать вам как это работает как можно в иллюстраторе делать работы и сдавать их на сток на продажу я покажу вам как какие соблюдают правила и вы поймете по этому видео но не поэтому а несколько конечно уроков для того чтобы сделать что-то да первое но мы хочем сделать иконку да для чего я вам показываю давайте сначала как бы создадим нам нужно создать создаем так я вот у меня 4000 на 4000 пикселей примерно но такого размера на стоках принимают на как на шаттер стоки 123 рф и там и депозит фото за ну и adobe сток тоже тоже есть я пап мы как бы я потом вам дам возможность чтобы вы посмотрели и перешли поэтому по этой информации на стоке и смогли принять участие в этом или же уже какие вы есть работы но сделать работы и пройти экзамены на сдачу но это будет намного вам быстрее понятно поэтому вот как смотрите допустим набираете здесь 400 400 пикселей потом ну как вот здесь у меня и цветовой режим rgb дополнительные настройки до дополнительные настройки вот rgb высокая 300 до помогал режим подводительного подсмотра создать документа отмена да то есть мы сейчас вот это и как бы создаем я нажимаю создать вот дополнительно здесь нажмете еще раз повторяю и вот такую поставить rgb и высокая ну как вот здесь как все было так же сделайте у себя и с можно там создать принципе там можем но путаницу не буду создавать так но меня тут это автоматически как бы это я уже для работы я покажу вам как это вытаскивать их делать чтобы вам было более понятно тут у меня уже как бы я для себя это работки делал смотрите вот чистый лист до получился вот здесь создать новый файл создаем новый файл файл так нам надо подготовить рабочие вида но давайте сначала наверно файл забросим сейчас я я пробовал что-то тут делать но давайте еще раз повторимся так 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 у меня здесь файл был файл файл на рабочем столе по-моему я да я делал файл на рабочем столе вот у меня файл вот этот мы просто его берете и забрасываете у суда он переходит я имею любое ваше изображение но через шпаг да вы его забрасываете я не говорю что вам обязательно нужно делать инопланетяне принцип работы и чтобы вы понимали как это делается принцип работы я не говорю что вам надо делать инопланетяне вы можете делать любое животное какое-то еще что-то или фантастическое более другое что-то я просто показываю вам принцип работы чтобы вы могли видеть принцип работы и понимать вот этой штучки у вас нету это для записи бандикам у меня записывающие это и я записываю видео чтобы вам показать это вот такое нету ничего так и давайте теперь вот допустим как настроить нам примерно чтобы рабочие у нас состояние такое было да я посмотрите окно щелкаю и вот смотрите где галочки панель управления градиенты информация документе слои это что вам нужно главное для работы и ну это не надо вот слой это и выше пролистаете от всего тут пять помню что нужно для работы поэтому так это мы закрепляем да еще раз щелкаем создать и начинаем вот с этого уже работать это как вы должны соблюдать это все смотрите от начала и до конца чтобы понять принцип работы чтобы вам можно было на стоках это потом сдавать и получать за своей работой какую-то прибыль на так давайте начнем дальше бум бум так время нам что а ну прерывается тут так вы давайте вот информация до информацию как вы это установили потом вы захотели это сделать на постоянную от вас берете здесь создать рабочую среду вот эту рабочую среду когда вы будете включать вы название называете свое название на английском языке да я написал тут рисовать два и давно вы пишите там чё хотите английском лучше пишите на русском не надо лучше английский и все и у вас это постоянно будет в этом и вот такие штучки еще должны быть у вас вот примерно вот это должно быть обязательно чтобы это для вы увидите потом для работы это тоже выравнивание между собой ну как вот здесь примерно тоже так же чтобы у вас тоже было теперь еще что вот как бы настроить работу это информацию по документу до информации о документе вот на объект нажимаете и вот здесь вот с этого листа все начинается вот это связанное изображение то вот это и ваше изображение остальное все ничего просто потом я уже покажу как это работает система теперь дальше что заходим в редактирование я сейчас покажу вам основную эту всю документацию вы также установите галочки как вот у меня здесь все что есть пикселы но тут я принципе тут настройка как и было в принципе не что я принципе сильного то ничего не менял возможность проверить я для себя сейчас проверить вот это но и расстановка переносов но это английский тут я пробовал что-то на английский язык не не получалось выход там надо еще галочки стоять но я не не стал сильно себя на этом накручивать но вот я полистал как есть так есть все начинаем работать теперь вот у вас все рабочие все что вы сделали установили рабочую среду для того чтобы начинать что-то делать чего начнем теперь нам нужно с тех информацию да а вот первое да допустим это мы убираем к это контурная обводка да мы берем заливку заливку взяли теперь нам нужно что нам нужно настроить так карандаш карандаш и карандаш рисовать чтобы первую очередь вот это карандаш рисует это разглаживает но тут стирание это тут сами потом будете смотреть я основной показываю на чем работает все это так добавлять еще добавлять можно будет точки тоже нужно так еще 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 что нам понадобится но пипеточка конечно ему тоже в пипеточку можно да и еще нам нужно прозрачность так окно включаем ищем прозрачность ставим галочку вот эта прозрачность она иногда здесь у вас выпрыгивает но лучше вот сюда выдвинуть и выдвинуть ее чтобы вам легче было работать с объектом так ну и тут по мере своего еще можно ножик до нож чтобы резать нам удобно было все равно приблизительно вот так ваш рабочий стол выглядит с таким вот этим градиентом цвет в принципе цвету здесь есть два раза щелкаете выбираете щелкать его сейчас я допустим красным тут раз и все поехала цветность уже контурность не надо включать контуру не нужны если я говорю чтобы сдать на стоках ваша работа теперь берем щелкаем на карандашик и в первую очередь начинаем обводить глаз раньше конечно при конечной вот подводки до мы нажимали на alt теперь сейчас говорят что но про программу уже сама самостоятельно как бы его смотрите открытых нету она соединилась если бы был бы разрыв то бы здесь была цифра значит вы должны исправлять ошибку и всегда посматривайте в эту сторону вот здесь где ноль должен быть всегда ноль открытых не должно быть у вас этих и теперь берем пипеточку и щелкаем так вот по глазу но здесь что можно еще здесь можно как бы добавлять точки для того чтобы потом вам можно было бы немного что-то подработать или же обратно же разровнять но разравнивать вот этим карандашом вот так они разравниваются и когда много точек я покажу там дальше все будет так вот это работаем да теперь что мы это выделяем давайте вообще-то можно здесь еще раз гладить наверно попробуем точки еще здесь добавим и немного наверно гладко сделаю более ровно чтобы было вот так вот и вот так вот но он более ровно да еще здесь немного а извиняюсь . тоже добавить и немного стрелочкой как бы стрелочками удобно работать на клавиатуре я работаю мышкой поэтому здесь можно мышкой рисовать свободно здесь не надо планшет планшета ничего специального для этого рисовать можно вот без каких-то других я вот мышкой рисую нормально удобно я привык уже рисовать и хотя у меня есть я пользуюсь но сейчас я вам показываю что вот вы если захотели начинать то вот можете начинать так щелкаем обозначаем этот глаз да и нажимаем на контру с и на контру f так я сейчас вам это покажу у вас этого нет это меня для показа вам чтобы показывать на контру и плюс с нажимаем потом продолжение еще на контру плюс это у вас два раза повторяется два раза на 1 она сейчас я покажу его но в общем это мы делим да на контру z это я уберу сейчас быстренько все это мы убрали это у вас не должно быть а сразу это для моера для меня вспомогательное для работы так щелкаем контру с контру f и он видеть его я сколько раз а три раза делали но еще раз еще раз вы сделаем один глаз вернем один глаз просто удалим его чтобы не не заморачиваться так и начинаем берем а еще вот эту можно зеркальное отражение еще ее можно сюда поставить вот на это зеркальное отражение нажимаете посередине суда щелкаете и перегоняете на глаз у вас уже два глаза получилось так теперь давайте обведем теперь можно нос обвести но ноздри обвести до можно увеличить контру плюс увеличивает контру минус уменьшает сейчас 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 а контру минус он уменьшает так это нам надо сейчас выделение тут надо прямоугольник ну ладно мы прямоугольник она удалил удалил сделаем чтобы не путаница так у нас глазом чтобы так еще раз я не буду сейчас тут путаницу создавать повторение сделать для себя так его можно сдвинуть если там не не ровно маленько получилось увеличиваю размер чтобы вам удобнее было видеть но не сильно большое то что прессовать удобно было нажимаем на карандашик и начинаем допустим обводить соединяем подведем соединение делаем 0 у вас если смотрите если я сейчас вот возьму удалю одну вот одну деталь удалю сейчас на нажал смотрите видите ошибка сразу открыты сейчас я верну назад 0 вот всегда наблюдайте за этим чтобы у вас всегда здесь был нолик если цифра какая появилась значит уже ошибки а как ошибки можно исправить можно исправить как выделяете нажимаете и соединить щелкаете да я сейчас вам покажу это еще как бы сейчас по времени давайте это путаницы конечно получится и контру скобочки с правой стороны килотуры скобочки влево и вправо скобочку влево вниз скобочка вправо вверх скобочка скобочка control так ну давайте напишу чтобы потом кто-то допустим контру плюс скобочка и и такая скобочка это вверх вниз увеличить вниз уходит а скобочка с правой стороны поднимает наверх ну вот и теперь сейчас мы я обозначил ее до нажимаю контроль с контроль с контроль с контроль с контроль с и нажимаю на на зеркальное отражение и перегоняю так надо маленько увеличить контру плюс побольше маленькая не сильно большую чтоб тоже не задавливало ну давайте теперь нос так и конечно давайте это дело надо сохраняться первую очередь мы забыли что надо это все сохранять сохранить как сразу файл надо чтобы нам он это но хотя бы программа не не падают не спали это как меня здесь новую сделаю папку назву ее пришелец на английском лучше пишите потому что чтобы программа не выдавала потом пришелец но это новый у меня как бы этот чтобы путаница не было но и тут название тоже до решил можно нижнее подчеркивание чтобы менять циферки да так удобней сохранить окей и поехали дальше так выделяем теперь но здесь вот я иногда забываешь тоже привычку горячие клавиши если можете запоминать горячие клавиши вот ошибка прошла потом сейчас давайте я увеличу смотрите где-то не дошла до берем это противоположная мышкой хлопаем и соединение все видите ноль можно так еще соединять сейчас мы и зальем и посмотрим но вроде ровно нормально не обязательно подгонять там но так нажимаем контру с контру f соблюдайте смотрите за мной как я это делаю и у вас все по будет получаться только не перебрасывайте сначала посмотрите все нажимаем на карандаш и обводим ноздри так вот тоже соединяем вроде 0 все нормально соединение получилось но можно цвет маленькая потемнее светлее потом посмотрим и нажимаю контру скобки вниз слева на левой стороне до добавляем у щелкаем по не гандаляем контру с контру f нажимаем на зеркальное отражение и повторяем объекта так вот все дальше пошло что давайте с этим но можно чуть-чуть минус минус контру минус поменьше уменьшить хотя объект это но давайте теперь здесь смотрите как я делаю здесь вот допустим я это обвожу часть я полностью не буду вводить а мы сделаем очень такой маленько дальше сюда зайду и соединяем соединение прошло нормально щелкаем чтобы видно было так щелкаем здесь теперь берем это контру с ctrl f нажимаю на зеркальное отражение и перегоняю и вот так вот и теперь делаем выделение до выделяем нажимаю shift чтобы соединение было сейчас придется написать вам так shift чтобы две эти половины цветовались и теперь перехожу сюда и соединяю соединение видите написано все они соединились теперь я прямое выделение просто раз она одна выделяется и можно вверх стрелочкой поднять на киловатуре вниз вверх сбок удобно работать потому что руками иногда вы не можете подвести срывается то как раз этими стрелочками вправо влево вниз вверх работает отлично ну и здесь тоже самое можно как но тут все вроде как был ровно получилось теперь обратно нажимаем на карандашик я 30 минут работаем урок по 30 минут будем делать чтобы сильно не это здесь тоже также соединение получаем нажимаем на цвет и то же самое но здесь можно смотрите его за счет и тоже как были не какие-то и не такие можно взять разглаживание ну как бы но поискали повыравнивали нормально в общем работает нет учит так ровнее так все с этим по работе перри это обратно я выделяю обратно control с control f нажимаю на зеркальное отражение чуть-чуть нахожу середину и перегоняются также берем обозначаем выделяем и соединяем все это сделали и дальше пошли делать теперь можно сделать нам что теперь можно нам сделать сама на и на лицо полностью тоже половину возьмем так чтобы выделение не было видно потому что она иногда склеивается если где-то выделение будет и вы пройдете там карандашом проведете то может быть соединение с другой так что всегда щелкивайтесь так давайте вот отсюда начнем как бы контур я мышка делаю все мышкой обвожу переборчик и вот так вот соединяем я все соединение получилось тут я немного переборчик взял но это можно подтянуть так выделили все теперь смотрите то же самое также и сделаем control с control f об извиняясь надо нам было ее это давайте закрасим и на цветность какую лучший вариантом можно такую цветность да и теперь можно еще даже назад ее перегнать нажимая control и скобка с левой стороны можно даже чуть-чуть светлее сделать чтобы видно было самым изображением потом ее цветом поменяем нажимаю control с control f и теперь мы по зеркальному и перегоняем ее щелкаем на середине у вас это она будет так стоять на серединке да вот так примерно да щелкаем но можно чуть-чуть и подтянуть еще с кусковой этими стрелочками вправо влево ну и все и обозначаем теперь из обозначаем шифт нажимаем обозначаем все вместе и сливаем этого объекты у вас почти получилось все ровненько но немного можно обесцветить или темнее сделать допустим можно темнее сделать так вот сделать и уже видите форма появилась можно но тут принципе ровно равномерно все можно идти где-то подергать вот здесь можно разгладить наверно чтобы возможности так берете и щелкаете выделение и можете чуть-чуть оттянуть тут можете как-то еще пару по другому что-то нос тут можно давать еще верхнюю часть ровнее но не а как бы автоматически можете еще больше голову побольше сделать не обязательно так здесь еще страшно в этом нет вот так вот оставим пока давайте это сохраним уже время подходит сохранить как нас двоечку ставим сохраняемся окей но я вам этого выставлю его вы можете по нём потом это делать но ребята любую картинку возьмите до любую картинку но я вам советую они на стоках тоже они смотрят вы должны и и как бы на у допустим на программе крита да вы чуть-чуть можете немного фотографию изменять рисунка да вот я советую так делать он просто маленький совет но они из коем случае не перерисовывайте потому что они тоже смотрят и спрашивают а где вы эту картинку брали как а ну это может там быть тоже какие-то проблематично так что перерисовывать и срисовывать с других не советую если вы срисовываете то вы немного изменяете по-своему добавляйте свое чё-то это будет со временем то привычка при перерисовывать все это тоже плохое качество называется постарайтесь быть в этих делах самостоятельнее и старайтесь как бы развивать себя добавлять что-то свое изменять что-то чуть-чуть именно не такую гола а еще чуть побольше именно не здесь может что-нибудь по-другому маленько так добавил еще что-то изменил то есть вы должны не бояться не всегда приучать себе перерисовки а именно что-то свое добавлять чтобы у вас она получалась и вы были как бы самостоятельный но от чего мы начинаем рисовать мы сначала смотрим на какой-то объект и по этому объекту мы начинаем перерисовывать его и свое добавляем что-то свое это нас развивает и мы становимся более развитые ну ладно ребята всем пока хорошего настроения до следующего урока